Всем доброго времени суток, дамы и господа, и с вами канал Games Mafia. Буквально пару-тройку часов назад прошла небольшая официальная презентация компании Sony, которая продлилась чуть менее одного часа, и в ходе которой дала свежую информацию касательно своего грядущего проекта PlayStation 5. И для того, чтобы вам не пересматривать часовую трансляцию, я для вас сейчас поделюсь основной информацией касательно нового PlayStation 5. И да, к сожалению, на этой маленькой пресс-конференции Sony в очередной раз нас не порадовали внешним видом консоли, увы. Но, к счастью, раскрыли полные технические характеристики. На презентации, которая называлась под кодовым именем «Дорога к PlayStation 5», главный архитектор консоли Марк Церни представил первые подробности о технических составляющих PS5. В консоль будет установленный кастомный SSD на 825 гигов, а также 16 гигов АЗУ и слот для NVMe SSD. Заявлено, что консоль будет обладать мощностью в 10,3 терафлопс. Для сравнения, старушка PlayStation 4 имеет вычислительную мощность в размере 1,84 терафлопса. Следующий момент понравится тем пользователям, которые прошли мимо PlayStation 4. На PlayStation 5 будет обратная поддержка игр с PS4, но не всех. Главный системный архитектор Марк Церни во время презентации заявил, что консоли следующего поколения будут поддерживать и запускать игры с PlayStation 4 с улучшенной графикой для PS Pro, если же они были такие выпущены. Далеко не все игры попадут в обратную совместимость, но 100 лучших игр обязательно выйдут на PlayStation 5 и будут доступны в день выхода самой консоли. Будет ли пополняться эта библиотека в будущем, пока месть неизвестно. Некоторые компании уже сейчас анонсируют игры для PS5, например, Watch Dogs Legends и Die Light 2. И, пожалуй, последняя новость, которую я спешу с вами поделиться, касательно трассировки лучей. Трассировка лучей на PlayStation 5 будет использоваться не только в визуальной составляющей, но и для трехмерного звука. Это будет очень важная часть консоли, для которой используется отдельная железка. Церни на примере Dead Space рассказал, что если раньше мы лишь примерно понимали, где источник сигнала, то теперь мы бы точно определили, откуда он исходит. Безусловно, звуковая составляющая на новой консоли имеет немалое значение, потому за уделенное ей внимание большой респект. Ну, как бы все, дорогие зрители. Как вы видите, информация у нас была сугубо по техническому аспекту новой консоли PlayStation 5, а нам, как простым обывателям, только остается рассуждать и ждать. Как вы считаете, какая же стоимость будет такого железа на старте? Свои предположения пишите обязательно в комментах под этим роликом. Всем до скорого, пока!